Мышечные боли, лихорадка, усталость, боль в суставах, сыпь. Все эти симптомы – повод проверить, не укусил ли вас клещ. Середина лета – время, когда у членистоногих появляется потомство. А значит, отдыхать на природе снова небезопасно. Специалисты советуют соблюдать меры безопасности. Рекомендуется одеваться таким образом, чтобы предотвратить заползание членистоногих под одежду, чтобы они не соприкасались с открытыми частями тела. Также проводить поверхностные самые взаимоосмотры каждые 15-20 минут. Особенно это ушные раковины, подмышечные впадины. Самые опасные клещевые инфекции – энцефалит, который поражает нервную систему, боррелиоз, он грозит поражением суставов, и эрлихиоз, который иногда протекает бессимптомно, а бывает, проявляется внезапной лихорадкой, высокой температурой, головной болью и даже тошнотой и рвотой. Вне зависимости от рода и вида клеща он может передавать инфекции. Зараженная самка за один раз может отложить до 17 тысяч яиц, которые в августе подхватывают родительскую эстафету. Возбудитель концентрируется в слюне у клеща, и, соответственно, при присасывании слюна попадает в организм человека. Соответственно, с током крови она разносится. Если есть достаточная доза возбудителя. Для профилактики в Самаре обработали противоклещевым составом более 200 гектаров городских парков, скверов, клумб, а поэтому в городе низкая вероятность подцепить клеща. В основном они нападают на людей на дачах и в лесу. Каждый год за медицинской помощью после укусов паразитов обращаются больше 5 тысяч человек. Каждый третий – ребенок. Сегодня нам поступило порядка 8 человек с укусом клеща. Мы определили клещей, поместили их в нашу лабораторную посуду, в проверке Пендорф, дали клещи отправиться на исследование, и примерно через 3,5 часа мы получим результат, есть в клещах вирус энцефалита или нет. Специалисты Роспотребнадзора Самарской области исследовали более 4 тысяч особей. Из них 4% оказались заражены вирусом. Но за последнюю неделю никто не заболел. Сотрудники призывают жителей соблюдать элементарные правила безопасности и обрабатывать одежду специальными спреями. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов, Николай Епифанов. События.